Всем привет, друзья мои из Кыргызстана. Я в древнем городе Ош. Ош стал древнее на 5 лет с тех пор, как последний раз я здесь был. В то время я был весною, шел дождь целый день, но я все равно ходил, снимал. Если хотите, можете тот старый репортаж посмотреть по ссылке в описании. А теперь я прекрасной золотой осенью снова в Оше и спешу погулять по этому городу. Известный с древнейших времен Ош, кажется, всегда был крупным городом и всегда стоял здесь на торговых путях, своеобразным сердцем притягивая и отпуская от себя потоки людей и караванов. В современной Кыргызской республике он второй по величине. Около 300 тысяч жителей вместе с подчиненными административно селами. Неофициально считается второй южной столицей страны, но по культурному влиянию и исторической значимости Ош едва ли не первой. Во всяком случае, по древности с этим городом сравнятся немногие города в Азии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У историков принято вести отчет возраста города от самого раннего упоминания в исторических документах. Таковое обнаруживается в летописях в IX веке. Однако, по общему убеждению и вполне на официальном уровне, на основании археологических находок считается, что Ошу уже более 3000 лет. И если Бишкек – это, в общем-то, новодельный и почти европейский, а по большей части советский город, в котором много денег и суеты, то Ош – это настоящий восток, на улочках которого живет вечность. Даже если на них, наряду с одноэтажным глинобитом, уже выросли современные высотки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Этот выпуск состоялся благодаря поддержке главного фермерского портала Фермер.ру. Фермер.ру – это крупнейший интернет-портал о бизнесе в сельском хозяйстве на русском языке. Ответы на тысячи вопросов фермеров, уникальные обучающие материалы, прямые эфиры из агроэкспедиций, беседы с мастерами своего дела, успешными фермерами, технологами, учеными и их бесценный опыт. Регулярные выпуски на YouTube-канале и широкое общение на форуме портала. Всем, кто интересуется сельским хозяйством, я рекомендую Фермер.ру. Ссылка в описании к этому видео. И одна из первых достопримечательностей, попавшихся на моем пути, это древний православный храм. Русское присутствие в Аше все еще значительно. И этот храм сохранен. И в него даже можно зайти. Он действующий и великолепен по своей архитектуре. Храм 904 года. Сейчас из двора вышла бабушка, я с ней поздоровался. И она, в отличие от уже устоявшихся мнений о церковных бабушках, очень вежливо, с улыбкой ответила мне. Мы немножечко поговорили. Вот он такой красивый, в голубых и белых тонах. Бабушка пригласила меня зайти вовнутрь, несмотря на то, что я не очень-то подобающе одет. Мы с вами немножечко можно. Сейчас я зайду, посмотрю, что там. Сегодня воскресенье, в храме идет служба. Я снимать не стал, чтобы не мешать верующим. Ну, ты умиротворенно. Есть прихожане, слушают проповедь, молятся. Ну, а я иду дальше. Храм Архангла Михаила, первый номер в моем списке достопримечательностей в Аше в этот раз. Заднепровский это. Что-то я читал про этого человека и забыл. Сегодня в Аше, не только воскресенье, но и праздник. Приехал президент, будет выступать перед людьми на площади. Поэтому немножечко меры безопасности усилены. В городе полно милиции, но она доброжелательная. Я с ними разговаривал уже, улыбаются, говорят, ну да, немножко усиления сегодня. Ну, ничего страшного, гуляйте. В подворье возле церкви гагакают гуси, кричат петухи. Здесь тоже кошки ходят. Сейчас увидела, одну пробежала. В общем, он живет своей жизнью. Мало чем меняющиеся на протяжении лет. Но все равно город развивается, строятся новые дома. Я их видел сверху. И сейчас с земли тоже поснимаю. Справа от меня большой парк. По этому парку я гулял много в прошлый раз. Поэтому смотрите прошлый репортаж. Я же сейчас пройду вот по этой улице и поснимаю другие достопримечательности. То, что не видел в прошлый раз, и чему уделил мало внимания. Вот памятник чернобыльцам. И монумент такой. Это атом. Атом, который распадается, так скажем. А я слышу, как уже начался праздник на площади. Поспешу туда. Посмотрю, что сегодня в праздничной программе. Легендарно основание города соотносится с такими персонажами, как древний израильский царь Соломон, Сулейман и Александр Македонский. Ученые до сих пор не могут прийти к общему знаменателю в споре об этимологии названия города. Возможно, Ош происходит от персидского слова в переводе близкого понятию «хороший», «приятный». Хотя есть и другие версии. Главная достопримечательность города – гора Сулеймана. Именно на ее склоне обнаружены следы первого поселения эпохи Бронза. К 10 веку Ош был третьим по величине городом Ферганской долины, то есть крупным центром на Великом Шелковом пути, связывающим Средиземное море и Ближний Восток с Памиром, Тибетом, Китаем и Индией. В наши дни от прежнего великолепия древнего города почти ничего не сохранилось. По археологическим данным в древности Ош был обнесен припасной стеной, имел трое ворот, а внутри была еще цитадель. Соборная мечеть находилась близ Базара, недалеко от реки Акбура. На протяжении веков Ош входил в состав разных государственных образований, от государства Давань до Российской империи. И так или иначе, здесь, словно в большом котле, сплавлялись различные культуры, что и сейчас отражено как во внешнем облике города, так и в атмосфере, присущей ему. Монумент Чернобыльцам и дальше сразу идет монумент, посвященный Великой Отечественной войне и бюст героев и Скорбящая Мать, как принято в Азии. Но праздник у нас в горе, поэтому я на некоторое время прерву свой репортаж туристический и поснимаю, что на празднике происходит. Я окружена спецназом, но мне сказали, проходите, вы турист, проходите, пожалуйста. И это мне на самом деле удивительно. Я боялся за этот кордон зайти, но меня пропустили. Проходит шествие в костюмах, верблюды, кони, но это не настоящие верблюды и кони, а все-таки такие игрушечные. Прямой эфир, можно будет посмотреть его, рядышком где-то с этим репортажем он будет лежать у меня на канале. Сейчас уже практически закончили здесь праздничные мероприятия, и я иду дальше, чтобы поснимать город. Сейчас по Ленинскому проспекту, Ленинской улице. Не знаю, как правильно она называется, улица или проспект. Вот здесь музыкальная школа по правую сторону от меня. Там дальше, насколько я понимаю, стадион. И Сальман-гора, вот ее видно отсюда, и по ней я тоже прогуляюсь. Почты в старинном здании, еще времен Российской империи. И вот надпись Ленин Качесу, улица Ленина. Стадион имени Саюмбаева здесь находится. Я уже в одну-то не буду заходить. Лучше воспользуюсь оставшим, чем у меня небольшим временем, чтобы поснимать центр Аша. Вот, насколько я помню, областной дворец культуры. Он никак не меняется практически в советских времен. Вот эти скульптуры мне очень нравятся. Они очень колоритны и в таком национальном стиле. Очень здорово сделаны с большим вкусом. Здесь я тоже гулял во время своего прошлого визита, но тогда была плохая погода, а сейчас погода, все сказать, благодать. Красивейшее дерево плодовое, что это растет. Сейчас подойду поближе. В тени его приятно отдыхать. Но не совсем плодовое. Это что у нас? Каштан, да? У нас в Сибири такого не растет. И я могу и наврать в отношении этого дерева. Старинное дерево обнесено. Вот так можно посидеть его тени. И еще раз дворец культуры. Я ошибся. Это не дворец культуры, а национальный драматический театр имени Ибраимова. Ну, извините уж, меня я столько посещаю мест, что могу и перепутать. А ваше я был пять лет назад. Сейчас вот уточнил, что это не дворец культуры, а театр. Вот мы видим Ож строится. И это замечательно, на мой взгляд. С тех пор, как я здесь был, многое изменилось. Город стал чище, на мой взгляд. Опрятнее, культурнее. Цветы выражены. Вот этот дизайн ландшафтный. Он невеликий, но он присутствует, он есть, и это замечательно. Я продолжаю идти Ленинской улицей. Примечательно, что она была названа Ленинской уже после распада Советского Союза. До этого Кыргызы звали ее улицей Каменной, а русскоязычное население улицей Главной. Вот так вот. Каменная, потому что это была первая мощеная камнем улица Воши. И здесь, кстати, вот Ожский отель советских временов. Он здесь стоит. В 29-м году построили эту гостиницу. Это раньше в советские времена была гостиница Интурист. От такого класса первая гостиница Воши. Это вам не старинный караван-сарай, а современная по тем временам гостиница. Ну, а здесь никуда не денешься Ожский колорит. Вот эти низенькие домики, увешанные рекламой, рыки, деревья. Все это Воши остается и придает ему тот вид, тот образ, который ни с чем не перепутаешь. Ож есть Ож. Эти рыки с незапамятных времен в городе уже были. Это растительная система, система водоснабжения города. И деревья здесь всегда высаживали. Старые люди говорят, что раньше Ож был зеленее. Но как же иначе в таком жарком климате? Здесь по праву, по левую руку множество кафешек в национальном стиле. Какие работают, какие нет. Все-таки пандемия ударила и по шуках туристическому центру. Многое позакрывалось, многое не выдержало этого удара стихии, можно сказать. Вот мы видим, что эта система продолжает действовать. Вода циркулирует по городу. Не так жарко в нем, как могло бы быть, если бы всего этого не было. Довольно далеко я уже прошел по Ленинской улице. Вижу, что центр Бишкека не очень-то затрагивает какие-то изменения. Те же двухэтажные домики, что и пять лет назад. А город все-таки меняется больше дальше к окраину. Вот так как центр остается неизменным. Дальше к окраинам, там идет новостроительство, новостройки, в том числе и довольно высокие дома. Ож имеет свой колорит. Многие скажут, что это небоустроенность. Ну, вот так вот тоже и есть. Меня это лично не раздражает. Чуть-чуть в сторону центрального аспекта. Мы видим, что асфальта уже нет. Хорошо, что если посыпано щебеночкой. А так, в общем-то, чуть-чуть в сторону и город Ож обретает черты трехтысячелетней своей давности. Это, в общем-то, к большому счету кишлак. Это не в обиду. Это, говорю, что это колорит города. Это здорово. Ташкент тоже вне центра довольно кишлачный вид имеет. Одноэтажные дома, как и тысячу лет назад. Хотя, вот говорю, что здесь нет асфальта. А здесь вот уже новая многоэтажка выросла. Такова ложская реальность. Я сошел с проспекта Ленина, чтобы поснимать вот этот мост. Ож стоит на реке Акбура. И всего, наверное, шесть мостов через эту реку в городе. Вот этот мост построен был в конце СССР уже. И тогда его назвали Новым мостом. А позже построили еще один мост. И назвали его тоже Новый мост Дружбы народов. И сейчас возникает новая спутанница. Звонят по телефону. Где ты находишься? На Новом мосту. На каком Новом? На Новом-Новом или на Новом-Старом? Вот так вот название Новый закрепилось и никак не хочется уходить. Новый мост продолжает быть Новым мостом. Хотя его многие называют Новый-Старый мост. Или Старый-Новый мост. Снизу что-то типа парка планировалось. Но вот не случилось. И это место сейчас такое полузаброшенное практически. Вот здесь видно, что выкопан бассейн. И, в общем-то, жизнь когда-то была, но сейчас заглохла. Достаточно длинный, потому что речка во все времена имела свойство гулять туда-сюда. Вот по этой долине. И долину перекрыли всю. А речка-то, собственно говоря, не такая уж и широкая. Сейчас я до нее дойду только. Сюда, кстати, видно новостройки Орские. И вот прирастает город новыми современными домами. И вот, собственно, речечка. Она сейчас очень скромно выглядит. Небольшая, воды в ней немного. И вид на Шалимантура. Вернусь обратно на проспект Ленина. Я вновь на Ленинской улице. И вижу, что здесь тоже все-таки появляются новые дома. Но и старые стоят, продолжают служить. И вот к одному из них я подхожу. Это дом пионеров. Старинное здание. Вот оно, разноцветное здание Кирвичек. Бюст Ибрагимова. И днем здесь до сих пор ведутся занятия по детскому творчеству. Детские кружки и все такое, как и в советские времена. Современное здание, что я снял раньше, это госпиталь. Современный многофункциональный госпиталь. Вышел на Рованскую. Вообще трудно сказать, где находится центр. Исторически вроде бы как центр сочетался вот здесь, по улице Орованской. Ну что же, пройдусь по ней. Необходимо отметить, что это был мой не первый визит в Ош. Много я побродил по городу и раньше и снял большой сюжет, в котором вы можете увидеть районы и достопримечательности города, которые не отражены в этом фильме. Ссылка на тот сюжет в описании, смотрите и его тоже. Там, в частности, большой эпизод Сожского базара, который я в этот раз не посетил. Кроме того, поход на Сулейман Туо я тоже выделил в отдельный сюжет, который также можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. По сравнению с прежним моим визитом, я отметил, что город меняется. Много появилось новостроек, город стал чище и наряднее. Люди на улицах столь же приветливые и славоохотливые, а еда в местных кафе и ресторанах столь же вкусна и разнообразна. Шикарное, стильное кафе ваше и что нам сегодня принесли здесь? Вебрышки, вебрышки с кунжутом сейчас поедим. Ну и салаты всякие тоже. Исторически и до наших дней, Сож, прежде всего, торговый город. Торговля занимает важнейший сегмент экономики города, хотя, конечно, есть здесь и свои небольшие промышленные предприятия. Вокруг города все отдано под сельское хозяйство, да и туристическая отрасль понемногу набирает обороты. КОНЕЦ В окружении старых четырехэтажек советских, в общем, разбитый такой скверик и неплохая скульптура. Сейчас поснимаю я ее. Это ЗАГС здесь находится. И скульптура, видимо, тоже символизирует счастье семейное. Да, именно так. Здесь поодаль старая советская мозаика, солнце и голубь. Не в очень хорошем состоянии находится. Его бы, конечно, желательно бы отреставрировать. Символика этой мозаики не вызывает сомнений. Это мир, это дружба, это семья, это счастье. Колоритные каналы божьские. Ваши, ты никогда не забудешь, что ты находишься в Центральной Азии с ее колоритом, с ее признаками, которые ни с чем не перепутаешь. Современная кафешка, построенная в круговую, как юрта и окруженная каналом. И в нем себя хорошо очень чувствуют утки. Вот они их подкормят, наверное, посетители кафе. Из многих мест в городе видна гора Сурмантова. Ну, естественно, это естественная возвышенность. Над всем городом она доминирует. Я пойду немножечко дальше сейчас пока что. А на Сурмантову попозже. Большая композиция «Слава труду». Здесь ни один слой на самом деле. С советских времен здесь была композиция. Вот штукатурки немного нет. И можно видеть старый слой. Здесь была какая-то советская композиция. Но это уже во времена независимого Кыргызстана, наверное, сделали. Я зашел в парк Алынбека Датки, крыгызского героя, который руководил Алай кыргызскими племенами. И был супругом не менее значимой героини Курмангаржан Датки. И здесь мы видим трехэтажную юрту. Местная добромечательность. Уж строить так строить. Ее возникнули в 95-м году к праздну тысячелетия эпоса Монад. С тех пор она здесь стоит и выступает в роли кафе, наверное, да? Вот такая трехэтажная юрта. Сейчас я посмотрю, где у нее вход. Сейчас уже по осеннему времени работают фонтаны. Здесь Алынбек Датка. Скульптура очень красивая, значимая скульптура. И все-таки я ошибся. Здесь не кафе, а музей. Такая юрта является, наверное, самым большой в мире переносной юртой. Она может разобраться и собраться в новом месте. Но стоит здесь сейчас стационарно. И в ней находится археологический музей. Здесь в металле отображен Кыргызстан. И отмечены все его области. Вход в комплекс Сульман-То на гору. И немножко попозже я его посмотрю. Здесь же обелиск в честь, насколько я понимаю, 20-летия независимости Кыргызстана. Гуляю еще по улице Курмажан-Датки. Это великая героиня кыргызского народа. Руководительница объединения алаевских племен. И буду после этой прогулки завершать свой репортаж. Я в Кыргызстан приезжаю с 2012 года. И как тогда на улице существовали вот такие вот точки по продаже напитков. Шуро, Максим. Очень вкусные напитки национальные. Так они сейчас же здесь есть. А вот аппарат с газ-водой закрыт на некоторое время. Но может потом кто-нибудь придет и откроет его. Я же пойду дальше по улице. Продают прохладительные напитки и мороженое. Можно посмотреть цены. Цены в Сомах приблизительно равны. Они с российского рублю теперь Сомы коктейли продают. По 20 Сом. Очень вкусные. К сожалению, у меня наличных сейчас денег с собой нет. Так уж оказалось. Я в командировке и не своими деньгами не обладаю. Ну вот здесь можно купить по 20 небольшую порцию мороженого. Напоминаю, что в Аше я уже был и большую часть города прошел. Поэтому не ругайтесь на меня за то, что я кое-что не показал изожских достопримечательностей. Это я посетил в прошлый раз. И это можно посмотреть в старом репортаже. Ссылка на который будет в описании. Возвращаюсь с тенистой улицей вдоль парка в свою гостиницу. Хорошо идти в теньке. Несмотря на то, что конец сентября, в Аше сегодня довольно-таки жарко. А, это не парк, это детский сад. Детский сад. Продолжаю я по Курманжан даткой идти. Здесь, в общем-то, идет обычная жизнь. Работают небольшие забегаловки. Нашкана. Можно прямо на улицу купить хлеб, шашлык. Быстренько перекусить. Овощи, фрукты. Все как принято на Востоке. Здравствуйте. Сегодня воскресенье. На улице не очень много народу. Свежий самсу продают. Цены в Кыргызстане невысокие. Тем, кто живет в крупных городах, будет прямо очень диковинку по таким низким ценам что-нибудь купить. Шел на территорию больницы, больничный комплекс ради этих зданий, которые были построены. Сейчас, секунду-секунду сниму здания, окликают меня. Здания, построенные в эпоху Российской империи, до сих пор служат. Конечно, советские здания здесь тоже еще долго прослужат. Здесь у них открываются и банки, и различные другие учреждения, нужные в городе. Народ очень доброжелательный ваши. Со мной здороваются. С удовольствием общаются. Говорят, добро пожаловать. Ну, так и должно быть. Это же Восток. Это Центральная Азия. Ребята, здесь, по степени, что на первом месте. В Аше есть троллейбус в качестве общественного транспорта, не считая различных маршруток. И он перевозит немало пассажиров. Билеты очень недорогие. Ну, сейчас мне на троллейбус ехать некуда, я прогуляюсь пешком. Оржский базар знаменит, но я на нем был в прошлый раз. Сейчас мне на базаре делать нечего, покупать нечего. Поэтому, если кто хочет посмотреть базар, обращайтесь к моему предыдущему репортажу. Прост ссылки в описании. Вот так вот, под старину сделанное здание. Наверное, чехана. Что это? С колоннами. Ресторан. Ресторан. Ну, я подхожу к своей гостинице. И, значит, что мне пора заканчивать репортаж. Вот, вижу строительство. В центре тоже понемножечку идет. Хотя, не высокие темпы у него, но все же строят. Ну, и в прошлый раз я снимал вот это длинное красно-кирпичное здание. И тогда, помню, еще на меня заругались находящиеся в ней солдаты, охранники. Это воинская часть, но достопримечательное здание тем, что здесь еще в 20-м году перед бойцами Оржского гарнизона выступил командующий Фрунзе. Старинное воинское здание. Казармы здесь были. Здесь мы тоже видим две новостройки. Не было их, конечно, мой прошлый визит. Ну, видим, что некоторые старые дома все-таки сносятся. И на их месте разводят новые высотки. Обычно я останавливаюсь очень бюджетно в путешествиях. Но не в этот раз. В этот раз я путешествую вместе с командой главного фермерского портала. И нас пригласили остановиться вот в этой классной гостинице Classic, которая очень хороша по обслуживанию. Здесь прекрасный ресторан. Прекрасно нас здесь встречают. Но я хочу сказать сразу, что она не до бюджетного путешественника. Здесь все-таки номера стоят относительно дорого. Относительно это относительно меня балбеса, который привык путешествовать за 3 копейки. Ну, если у вас нормально с бюджетом, то останавливайтесь в этой гостинице, не пожалеете. Итак, отель Classic или Classic Ваше. В гостинице растут чудесные гранаты. Еще немного и поспеют. И тоже двор такой хороший. Уютный двор с фонтанчиком. Приятно здесь находиться. И здесь очень тепло и радушно принимают гостей. Ну что ж, на этом я репортаж из Ашаканча заканчиваю. Прекрасный город. Меня порадовал в очередной раз. Дальше у нас будет Алайская долина. И дальше поедем в сторону Бишкека. И дальше на Иссык-Коль. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И смотрите репортажи из Кыргызстана, Азии и других стран мира. Спасибо. Я всегда на связи. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok